Областная библиотека имени Горького не раз становилась площадкой встречи интересных людей. Так произошло и в этот раз. С тематической лекцией в гости в Брестское учреждение заглянул известный фотограф Владимир Парфенук. И разговор получился нетривиальным. Тема европейского плаката, его каноны и технологии исполнения. Моя лекция, она носит очень такой дискретный узкий характер. Я выбрал период развития американского плаката во времена депрессии, накануне Второй мировой войны. И пафос весь рассказ будет сводиться в том, как американское правительство поддержало американских художников и создало для них рабочие места. В виде плакатистов, в виде художников, которые создают плакаты и продвигают, промотируют идею путешествия по Америке. Вот я нашел несколько таких интересных фактов и покажу эти плакаты, которые сохранились с того времени. Покажу в лекции, расскажу о том, как старые плакаты обретают новую жизнь. Специфика художественного языка плакатов обуславливается тем, что ему необходимо привлекать внимание. Восприниматься на значительном расстоянии, суть изображенного должна сразу же бросаться в глаза и быть понятной. И именно такие приемы были представлены в рамках литературно-изобразительного вернисажа «В дороге. Американская литература для путешествий». Каждый экземпляр – реальное отображение того, как десятилетия назад выглядел плакат промо-акции «Вояжи по штатам». А еще книги, игры, карты. Список представленных предметов достаточно велик. Уникальное собрание книг о путешествиях. И тема интересная в том, что это не просто путешествие кого-то в США, а это путешествие по США с самих американцев. То есть в этой выставке представлено то, как путешествуют сами американцы. Это какие-то интересные кафешки, мотели, марки автомобилей, на которых американцы путешествуют. Это детские игры настольные, которые они берут с собой в путь и чем-то занимаются. Это удивительные места. Ну, это и природа прекрасная, и просто трасса 66, по которой любят сейчас ездить американцы, у которых ностальгия к прошлому. Участниками «Большого диалога» стали студенты Технического университета, осваивающие профессию дизайнера. Для них встреча стала своего рода профильной лекцией с компетентным комментарием от опытного специалиста. Сотрудники отдела литературы на иностранных языках готовят еще много интересного. Так что следите за афишами.